Минздрав проработает вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров проверку несовершеннолетних на употребление никотина. Такое поручение ведомству дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Проверять, курили дети или нет, медработники будут с помощью специального прибора с макелайзера-газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Сейчас на медосмотре несовершеннолетних могут проверять только на употребление наркотиков и психотропных веществ. О том, что курить это плохо, знают все. И то, что некоторые школьники все же курят за углом школы или в туалетах, ни для кого не секрет. Мнение о том, нужно ли проверять детей на дым, мы узнали у жителей областной столицы. Пусть проверяют, но курили и будут курить. Это плохо. Я думаю, что в школе курить нельзя, но все равно курят. Мы в школе не курили, но будем в 10-11 классе уже курить. Ну, если не захочет человек, он не будет курить, контролировать глупо это все. К этому приходишь в сознание. Возможно, на кого-то повлияет, но не на всех. Это точно, потому что большинство родителей не будут на это обращать внимание, так как и не обращают. У нормальных родителей дети и не курят, в принципе. Поэтому мое такое мнение. Своим детям я очень уверена, потому что мы не даем повода для того, чтобы они курили. И всегда проводим беседы, что это нельзя делать, во-первых, что это вредно для здоровья. Один из детей знает это, потому что у нас матик и говорит, я не могу стоять, когда кто-то курит. Это, конечно, отрицательно. И за то, чтобы все родители как бы блюдили за своими детьми и были внимательны.